Всем мяса! С вами Павел Мясник и продолжаем выживать в мире Outward. В прошлой серии конечно в прошлой серии было не очень хорошо. Я лишился всего имущества что у меня было и теперь у меня даже на бурдюк с водой не хватает. Теперь меня интересует могу ли я скрафтить бурдюк потому что у меня даже вот я какое-то сейчас семечко раздобыл. Хочу что-нибудь купить. Так семечко крабьего глаза. Продать три. Сейчас три монеты получу и вот жук. Желтый пряный жук. Давай вот так продадим и теперь я наконец-то могу купить бурдюк. Но он продается к сожалению не у него поэтому купить придется немножко в другом месте. Пытаемся разжиться чем-нибудь нормальным. Сейчас еще посмотреть на крафт. Мне нужен простейший щит для этого льяная ткань. Я до сих пор не знаю где разбирать вещи. Возможно есть какой-то станок где это делается. Сейчас вот бурдюк для воды. прикупим, подтвердим. Теперь я чувствую себя самым настоящим бомжом. Плюс мне еще нужно сделать самую обычную сумку. Если желательно было бы какую-нибудь покруче сумку приобрести. Но сейчас это как бы невозможно. Мне нужен тут обычный шлем. Тоже где его брать. Хрен его знает. Возможно из любой шапки делается обычный этот шлем. потом так кожаный наряд. Заплечный мешок. Хельяная ткань и две шкуры. Ну шкуры то я наберу на где-нибудь. Поубиваю животных. Шкуры я получу и льдяную ткань. Вот мне интересен метод разбора. Где тут что можно разобрать. Амба, да. Хочу учиться. До этого навыка мне еще очень и очень далеко. Потом. Потом. Но это тоже не очень. Так. Короче сейчас нужно просто как-то пережить вот эту всю катастрофу. Отправиться за крафтом. Скрафтить сумку. Купить сумку. Что-нибудь с этой сумкой сделать. Торговец рыбой. Можно конечно ему рыбу багрить с помощью острога. Но не думаю что это прям хорошая идея. В таверну еще зайти. Попросить может у них там есть какая-нибудь работа или что-нибудь подобное. И заняться уже непосредственно охотой. Потому что без охоты я ничего добиться здесь не смогу. Трактир морская соль находится вроде как за бураком. Значит где-то вот тут трактир морская соль. Это он. Да. Трактир морская соль. Зайдем посмотрим. Трактирщик. Да. Мне как обычно. Я хочу поговорить. Без Изано. Оль-Ель и Рисы. Те тут станет очень тихо. Они же все предлагали тебе пойти с ними. Верно? Ну так прийми что-нибудь предложение. Что тебе теперь-то терять? Так. Синий чертог. Например я хочу присоединиться к героическому царству Ливан. Как мне добраться туда? Ты начали направляйся в Энмеркарский лес. Иди на восток, минуя гору сопряжения. Ищи кристалл бдения Херсонеса. От него на юг и там найдешь дорогу к лесу. Вот тут еще какой-то кристалл бдения есть. В Энмеркаре направляйся на юго-восток и минуй озеро. В дальнейшей восточной части леса возле кристалла бдения ты найдешь дорогу в Абрсарскую пустыню где расположен Ливант. Добравшись до Абрсарской пустыни направляйся на восток. Тебе нужен сияющий град на вершине огромного холма. Это есть Ливант. Возможно имеет смысл остановиться в оазисе перед ходом в пустыню. Там можно наполнить запасы воды. Возможно перед подходом в пустыню нужно несколько бурдяков. Так. Короче, на мне говорит просто как куда-то присоединиться. Подсказывает дорогу. Но в принципе на карте все это есть. Поэтому это для меня бесполезно. Варенье из гамлянки. Сама гамлянка. Ну давай варенье. Три серебра осталось у меня. Голод снижен. И варенье дает небольшую защиту. Ну прекрасно. Мне сейчас нужно отдохнуть. Кстати, что я вышел из таверны. Хотя может быть и здесь будет нормально. Или дождь тут даже через крышу попадает. Да, вообще шикарно. Хорошо тогда поспим просто в таверне. Там еще есть какой-то эффект. Мне просто нужно восстановить здоровье перед тем, как куда-нибудь отправляться. Там потом скрафтить щит снова, который я выкидывал там. О, ну а в городе, кстати, засада нам не страшна вообще никак. Просто интересно, сколько нужно поспать, чтобы, например, восстановиться. Ну давайте на три часика поспим. Посмотрим, сколько три часа восстанавливают. Экспериментировать в ручственном производстве. Но для этого мне нужны ресурсы. Пока я не научусь крафтить какие-нибудь более серьезные сумки. Тоже три часа. Между прочим, три часа достаточно, чтобы полностью восстановиться, что ли. Или нет, оно у меня не полностью восстановлено. 51 из 51, максимум 120. Что интересно, это потому что я еще до сих пор пить хочу или из-за чего-то другого? Непонятно. 51 из 51, максимум 120. Что нужно еще, поспать или там уже нужно лечиться. Я просто не понимаю, как мне дальше выживать в этом мире, когда я лишился своего скарба, своего заработка. Все, что у меня было, я потерял. Поэтому мне ничего не остается, как искать работу, подзаработать немного денег. Ну и вообще с караванчиком куда-нибудь отправиться подальше отсюда. Даже не знаю, правда, куда. Возможно, еще в одной пещере, где я уже все зачистил. Остались еще некоторые посохи, там еще что-нибудь. Но это не серьезный заработок. Там по три монеты, как бы. А я по 250 зарабатывал. Не очень все хорошо. Почему мне так сильно просело максимальное хп, вообще непонятно. То есть, возможно, сон не может меня восстановить. Либо нужно же поспать подольше. Просто почему оно так странно пишет. Типа 51 из 51. Сейчас курлыка ебнем. Попробуем, по крайней мере. Я надеюсь, у меня это получится. Потом мне нужно будет пещерку зачистить, которую я там до конца так и не зачистил. А, но он не агрессивный с ним. А то, что за петухи, то бандиты, получается, да? Или охотники на курлыков. Сейчас нужно их переагрить. О, они тут сбором занимаются или чем? Мирных NPC, наверное, в городе и не встретишь, правильно? Сейчас пока они меня не видят. Вот так. С них, может, тоже что-нибудь залутаю. Охотеть. Курлык упал, как... Как курлык. Так. Что ты драться хочешь? Ара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ру... Пидарас, блядь, ну что ты так долго берешь эти вещи, сука? блядь дистанция вообще мелкая то блядь я ебал рот его будут меня еще кому стреляют примера показалось меня не силок ничего нету похудеть то есть этот парень пытается меня ебнуть да у меня остался один удар да опасно с такими двуручьями драться а заблокировать я тоже не смогу правильно мне там мучить то ёб твою мать как ты меня задел уебище блядь как он по мне попал хуй его знает вы седаете на землю она я короче умер наконец-то поэтому на самом деле после вот этой всей фигни как ты даже уже не знаю что здесь делать и вот наконец-то смерть так вы седаете на землю дух и тело больше не могут бороться ваша удача все-таки покинула вас никто не придет к вам на помощь счастливая случайность не спасет вас жестокий мир за стенами города оборвал жизнь очередного несчастного путника вы чувствуете как падает на землю ваше тело а душа отправляется к предкам великое запределье ну вот так закончилась судьба очередного приключенца следующий приключенец я думаю будет но чуть попозже надо отдохнуть от этой игры я много чего здесь нового узнал следующие прохождения будут получше потому что но сейчас я не знаю с этого старта даже если начинать я и так многого не знаю а так вообще как можно было дальше продолжать играть но вот это собирать ягоды по сто раз отсыпаться куда-то ходить хрен его знает просто вот это багнутая тюрьма у меня все желание играть убила поэтому нужно от нее отдохнуть но это вообще тюрьма была самым ублюдским местом то есть меня просто убили не сами стражники там а к сцена я спрыгнул с ям и потерял мешок в котором у меня все было все сборе сбережения все золото все абсолютно короче теперь я знаю что в тюрьму лучше не садиться но за исключением там получение некоторых рецептов и навыков возможно и можно сесть ну главное сразу откупиться 30 серебрами и все а так получается что у меня она забаговалась два раза мне там один раз пизде лидер мне просто надоело я спрыгнул в яму все потерял и короче вот где очутился ну короче я думаю все таки будем добивать эту игру постепенно также на жестком уровне сложности и я думаю что в будущем я вернусь в эту игру но немножко передохнув ну а на этом все всем спасибо за просмотр с вами был павел мясник до новых встреч и да прибудет с вами мясо